В город-курорт прибыли делегации со всего побережья, а также других территорий с развитой системой санаторию, в частности города Горячий Ключ. Обсуждались темы, связанные с определением кадастровой стоимости земли и недвижимости. От этого зависит размер налога на имущество, а также запуск системы по взиманию курортного сбора. С 16 июля каждый отдыхающий должен будет вносить по 10 рублей за каждый день пребывания на курорте. Благоустройство территории Кубани для нас очень важно. И данная практика присутствует во многих странах мира. Поэтому это не новое, к этому нужно будет привыкнуть, работать по справедливости. Необходимо понимать, что, конечно же, будут работать и контрольные органы. Вот в этой части, если будет какое-то нарушение прав, безусловно, мы включимся и зайдем в проверку. На курортный сбор сегодня, как таковых, жалоб серьезных нет, но есть такая беспокойность, как работать в этом ключе. Я считаю, что это не тяжело. Главное войти, а дальше уже на марше будем определять те вопросы, которые можно будет откорректировать в том или ином законодательном марте. В администрации города-курорт оказывают информационную поддержку предпринимателям. Именно они будут собирать и направлять сбор в местные бюджеты. Сколько средств получит Анапа в этом году, вопрос пока открытый. Однако все деньги пойдут на развитие курортных территорий. Нам необходимы деньги для развития новой инфраструктуры, для благоустройства новых территорий. Мы свои предложения дали. В первую очередь от муниципального образования мы хотим заняться благоустройством и реконструкцией нашей набережной. От нас было предложение такое министерство. Продолжение следует...